Всем привет! Года три назад на канале я снимал для вас видео о своем новом аэрографе и немчике Хардоне. Тогда делился с вами своими первыми впечатлениями от этой обновки, рассказал почему именно его приобрел. Ну там еще о своих предыдущих аэрах от Инки тоже инфой делился. Времени после этого видео прошло немало, оттого периодически от вас в комментариях проскакивают вопросы. Как твой аэр поживает? Не сломался ли? Нравится ли до сих пор? Вот об этом всем в этом видео я вам расскажу, плюс заодно анонс сделаю одной моей обновки, что сейчас тестировать буду. Ну а так что, подтаскивайте вкусняк к просмотру, видео это будет больше болтательное. Все вновь прибывшие на канал, не забывайте прожать подписку, пробить в колокольчик, оценить это видео, если оно будет полезным. Ну а я начинаю свой рассказ. Итак, что же за три года использования аэрографа Evolution Silver Line от Harden Estenbeck с ним произошло и как себя за это время он показывал? И вот в таком виде он сейчас у меня, да, пообтерся. Хромирование, кстати, с тех мест, где вы чаще всего его пальцами держите, слезает где-то за пару месяцев. Сначала тускнеет, ну а за три года, сами видите, что произошло, я его до металла протер. Да, тут покрытие не сильная его сторона, но даже в таком виде меньше он мне нравится не стал, да и на функционал, как говорится, это не влияет. Антуражные потертости, видно, что инструмент рабочий. Бачок внутри, соответственно, тоже и от более ядреных красок с их растворителями и от промывки тоже в хроме потерял. По обслуживанию Evolution, что за это время я заменил, это один раз год назад поставил новое сопло, 0,4, оно у меня самое популярное в работе было. У хардеров сопло это, как оказалось, расходный материал, они выточены, я даже хз из какого материала, ну точно не из стали, а от этого со временем игла их на выходе растягивает, отверстие становится больше и тут уже распыление красок получается не то. Хотел я для вас это сопло найти и показать, как это все выглядит, но в бардаке своего стола найти его так и не получилось, видимо выкинул. Ну а что касается игл, вот тут уже совсем другое дело, это лучше иглы, что у меня были, как бы это ни звучало. При работе у меня много раз было такое, что незащищенный иглой за что-то задевал или тыкал в край стола, когда не глядя убирал аэр в подставку. Кончик иглы тогда даже не думал после такого погнуться, это для меня какой-то шок был. Я когда приобретал свой хардер и иглу, понятно дело, на него запасную сразу брал, так как на тот момент у меня хватало случаев с китайскими аэрографами, а вот на них эту иголку часто приходилось менять. Ну а тут по итогу оказалось, что напротив немцу надо не иглы брать в запас, а сопла. Ну и к слову о соплах, да, неприятный момент, но лично для меня раз в пару лет запасной сопла купить меня не напрягает. Что еще по зипу я на аэрографе заменял за все это время? Один раз менял тефлоновое колечко, уплотнитель иглы, тот что внутри аэра скрывается и винтом поджимается. Ну с первым сам виноват был, экспериментировал с его поджимом, ну а второй раз уж просто время его пришло. Ну и один раз я заменил кольцо резиновое воздушной головы. Зип на этот аэрограф я тоже сразу прикупил, в пакетике идет вот такой комплект, в нем прокладки и резинки на все случаи жизни. Будете брать себе такой же аэрограф и обязательно этот наборчик прикупите. Идем дальше. На воздушной голове вы наверняка заметили защитную коронку, не та, что шла изначально. Те базовые коронки мне не нравились, на них часто скапливалась краска или лак внутри, от этого были неприятные плевки при покраске на поверхность модели. И предвосхищаю ваш комментарий, да, я в курсе, что это зависит от правильной техники работы с триггером на аэрографе, но поначалу и пока вы привыкаете к правильной работе с ним, с такой V-образной коронкой, случаев паразитных плевков намного меньше. И на ней, если что-то на этой коронке накопилось, какая-то сопля повисла, это очень хорошо и сразу заметно, можно без каких-либо проблем своевременно все очистить и это сделать очень просто. Кстати, эта коронка не какая-то фирмовая и дорогостоящая деталь, она на мое удивление подошла от бюджетного аэрографа Jazz. Потраты тогда были в районе 100 рублей у меня что ли, ну думаю и вас такие суммы никак не разорят. Взял себе этот вариант коронки и на 0,4 и на 0,2 комплект. Тут думаю можно и о 0,2 комплекте сразу пару слов сказать. Это оказался крутейший бонус к аэрографу. То, что я сразу взял версию с двумя комплектами, два в одном, мне все это время это очень помогало при покраске моих моделей. На основные покрасочные работы и для грунта с лаком я ставлю обычно 0,4. Ну а как дохожу до постшейдинга, до выкрашивания мелочей поверх основной базы, тут переключаюсь на 0,2. И смена комплектов тут происходит быстрее, чем автомат Калашникова собрать-разобрать, в том числе и благодаря безрезьбовым соплам. Единственное со временем это туда-сюда конье комплектов на одном аэре дало мне понимание, что конечно было бы удобнее намного второй аэрограф под рукой держать. Но я понимаю, что это уже отдельные потраты, немалые потраты, которые не каждый сможет из своего семейного бюджета выделить. Вот именно потому взять сразу комплект два в одном лично для меня оказалось самым верным решением. О, в наборе же шел еще и запасной мелкий бачок, но я его всего пару раз ставил на аэрограф. Я вам признаюсь, это из-за того, что чаще всего мне просто было лень его менять. Обычно даже если требовалось небольшое количество краски, я все равно ее в крупный бачок заливал. У меня к мелкому все равно и крышки нету, она увы в наборе не шла, на крупный бачок я ее докупал, а вот на мелкий уже решил не тратиться. Да, еще что вспомнил, что еще изнашивается из деталюх, это шток воздушного клапана. Он сделан из латунь и через три года на нем вот такой наклеп образуется в верхней части, где давим на него триггером. В целом воздушный клапан даже с таким наклепом на штоке работает штатно, он этим краем ни за что не цепляется. Я все хочу по нему мелкой наждачкой пройтись, удалить, но для видео его оставил. Ну и сегодня мои впечатления от Evolution. Спустя долгое время и десяток покрашенных им моделей и прочих поделок от самых первых моих впечатлений не сильно изменились. Да, покрытие на нем подвытерлось, но это лично для меня все равно, хотя в недосмотр производителя это по-любому отнесем. Чуть более неприятно оказалось то, что сопло тут расходник, ну тут уж ничего не поделать, просто в зипе держим запасное рабочее сопло нужного диаметра, раз в пару лет оно нам понадобится. Ну а так за все это время данный аэрограф меня ни разу не подводил, жив-здоров, ломаться, тьфу-тьфу-тьфу, даже не собирался. Он даже как я люблю оказался непривередлив к отсутствию частой и дотошной чистки. У меня часто бывает такое, что за один заход я сразу несколькими типами акрилов что-то могу красить, а потом сразу переключаюсь на лак или грунт, не меняя при этом комплекта сопло. Задул одну краску и сразу что-то другое. Ну а аэрограф как себя при этом показывает, да ему плевать. Заливаю в него очистителя поядренней между проходами разными красками, продуваю быстренько и снова в бой. Не надо прям все что-то досконально вылизывать, вычищать. Опять же, если уж совсем ай разобьете, тут плюс от безрезьбовых сопол. Быстро сняли, без проблем поочистили, поставили на место. Очень удобное решение. Понятное дело, что для большей аккуратности и контроля при покраске, добротно промытый и смазанный аэрограф это наше все. Но к не сильно аккуратным пользователям, к которым я себя временами отношу, этот аэрограф с пониманием многое прощает. Хотите взять себе аэрограф как первый качественный инструмент, рекомендовать вам я его определенно могу, особенно в варианте 2 в 1. Как говорил в том старом видео, после китайца вы наконец-то с этим инструментом полюбите этап покраски ваших моделей. Ну что, друзья, вот и пришло время, добрался я к моменту анонса. Хотя глазастые зрители уже давно знают, о чем он будет, они еще те Шерлоки. Ну и я специально для вас в своих видео периодически какие-то пасхалки оставляю. Также и в предыдущем видео засветилась и моя обновка. И не зря я в начале видео говорил, что со временем появляется нужда во втором аэрографе. Вот именно потому я и прикупил себе, в том числе благодаря вашим донатам на развитие канала. За что вам от меня огромное спасибо, что не только подпиской и оценкой моих видео поддерживаете, но и звонкой монетой. Это очень мотивирует и помогает в улучшении материальной базы канала. Ну так вот, прикупил я себе в качестве второго аэра Ивату, популярную и универсальную модель. Да, я решил на себе проверить путь самурая, а то не все же с немцами общаться. Хотя по первой думал взять именно еще одного немца, Хардена Инфинити. В том числе из-за того, что сопла, иглы и прочий зип у них с моим эволюшеном общий. Но так как вы меня в комментариях настроили Ивату попробовать, много положительных отзывов о ней мне написали. Решил, ладно, возьму ее. Кстати, на Али сейчас немало продавцов появилось с оригинальными Иватами и Харденами. Я даже удивился. И с ценами очень приятными. Ссылку, где я свой брал, обязательно оставлю в описании под видео. Ну а следующие сборки на канале я как раз от начала и до конца по части малярки сделаю с помощью моего нового помощника. Поработаю с ним, все сравню, сделаю для вас обязательно обзор с выводами. И попробую ответить на частый от вас вопрос, какой же лучше взять первым аэрограф, немцы или японцы. Так что не переключайтесь, тут будет много всего еще интересного. Ну а пока будем прощаться до следующего видео. Что ж, я надеюсь это видео было вам интересно и я вполне ответил на все интересующие вас вопросы. Но остались еще какие-либо комменты всегда для вас открыты. Впервые на канале вам тут понравилось. Прожмите подписку, пробейте в колокольчик, оцените данное видео. Поддержите канал, поддержите автора. И это вам вернется благодарочкой от меня и новыми не менее интересными видосами. Поддержите канал донатом, если есть желание и возможность. Все реквизиты для этого в описании под каждым видео найдете. За любую поддержку от меня вам заранее огромная благодарность. Ну а так что, до скорой встречи, творческого настроения, качественного инструмента вам в мастерской. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok